Доброе утро, я сейчас размешиваю протеиновый маффин от Vasco Nutrition. У меня, кстати, на них есть промокод. Я вообще все промокоды сейчас буду оставлять в описании, чтобы вам было удобнее, если что, к ним обратиться. И он с фундуком, и просто, ребят, это прям очень по-фундучному пахнет. Просто я как будто фундук нюхаю, усиленный. Не знаю, ну просто, вау. С висташкой это вообще улет. Именно по аромату. Ну, по вкусу, на самом деле, тоже. Прям даже кусочки встречаются. Но она не очень приперная по вкусу. Габа, это хорошо. Вот, но по запаху это просто вау. Я готова это нюхать вечность. Запах орехов это вау. И маленький лайфхак. Именно этот кекс, ой, не кекс, маффин протеиновый, очень круто макать в альпро шоколадное пудинг. Просто берете кусочек этого хлебушка, макаете и запиваете кофе. И поверьте мне, вы влюбитесь. Поэтому я пошла влюбляться. Доброе-доброе утро! Кто у меня тут в гостях? Просто видимся во мне. Так странно реально жить. Мы живем вместе, но увидимся редко. Да. Ну, это прикольно. Мы не успеваем, наверное, доесть друг к другу и скучаем. Вот. И я сейчас иду забирать штаны, которые у меня порвались, которые я вчера сдала в ремонт. А Саша едет на работу. Я пойду на нее чуть попозже. Да, солнце мое? Да, солнце мое. Ну, щелочку мне. Алена меня ночами обнимает, когда спит. Я уже прихожу поздно, она уже спит. Я ложусь, она такая, как котик такой. Все, и лежит. Знаете, как я утром сегодня снимала этот кадр с рукой? Я встаю раньше, снимаю, а чуть позже, потому что делаю зарядку, все такое. И, в общем, прихожу я обратно через час после того, как я встала. И просто, и Саша на моей половине, и я не знаю, как снять этот кадр. Знаете, что я сделала? Ну, он же занял не все. Но дело в том, что он, знаете, вот так вот положил ногу, как будто бы закинул ее на что-то. То есть она была вот так. И я просто между его телом и ногой прилегла так на полупопу, так скажем. Камеру засунула под кусочек одеяла, который он не обнял. И сделала этот кадр. И просто я его только сделала такой. Блин, это было очень мило, правда. Что вот эти кадры, это всегда ты, как бы, не знаешь, получится у себя красиво в снятии или нет. Закадривай жизнь. Сейчас сижу, продолжаю разбирать свою работу, эту курсовую, которую нужно сдать. И я просто, не знаю, серьезно, сегодня ночь, уверена, буду сидеть и просто ее делать. У меня слов нет, серьезно. Я прям измотана эмоционально, потому что, блин, капец какой-то. Два дня, когда завтра я буду 14 часов стажироваться на работе. И как бы, да, я буду работать по 14 часов, ха-ха, два через два, ой, четыре через два, круто, да? Вот такая вот жизнь. Ладно, не будем о грустном. Все, я собираюсь на стажировку и пойду. Как-нибудь сегодня отработаю абсолютно с другими людьми, блин, не будет тех, кого я уже полюбила. Ладно, все, скрещиваем за меня кулачки, и все получится. Просто эти два дня нужно пережить, и все. А дальше будет легче. Вот просто дальше будет легче. Рука оранжевая, перчик. Добрый-добрый вечер, настроение очень усталое, очень голодное. Я сейчас буду есть огурчиком, тушу овощи. Сейчас придет Саша, я ему купила творожный сыр, себе купила хумус из, вкус ввела. Будем сейчас трапезничать. Думаю, сначала заказать пиццу, потом решили, что. Все готово. Не хватает одного Саши. А вот и наша недостача. Это вот этого всего. Да, сейчас покушаем и будем делать задания, девочки. Доброе утро. И сегодня я только вчера это поняла, что у меня было 6 дней, можно сказать, на работе, потому что было сначала обучение, потом было 2 дня по 8 часов с утра, потом было 2 дня по 8 часов с вечера. И вчера я работала 14 часов. Я пришла домой, мне кажется, полумертвая. И я вот задаюсь теперь вопросом вообще, это стоило того? Это будет стоить того, вот хоть в коем-то разе? Достаю арахисовую пасту, сейчас с вами приготовим овсянку и просто я даже зарядку не могу делать, серьезно. Мне вот сейчас пришло просто 4 крутых приглашения, что ли, блин, на почту, а я не могу их посетить только потому, что, блин, я и буду на работе. Меня аккредитовали в Санкт-Петербургской неделе моды, а я не могу пойти, потому что я буду работать. Все, сука, дни. Что делать? Я не могу взять выходной, потому что меня только устроили. И там, по-моему, этот запланированный выходной, его как-то надо за неделю, что ли, делать. Я постараюсь узнать, потому что, блин, ну, за кого пропускать, я, конечно, буду вообще дурочкой. Вот как так, а? Вот как так, просто я не понимаю. Просто я не понимаю. Как вы понимаете, настроение хорошее, потому что выходной погода классная, сегодня буду много гулять и... Вот просто вот так вот все начинается. Здравствуйте. Меня зовут Алена и со мной вам скучно не будет. Первый глоток кофе. Итак, давайте поговорим немного о планах на сегодня. Первый пункт, не умереть. Второй пункт, сходить кое-что отфоткать. Потом, скорее всего, пойду в кофе на кухне на набережной реки Фонтанки, там помонтирую влог. Потом мы встретимся с Настей. Надеюсь, хорошо проведем время, но я в этом уверена, как бы в чем-то сомневаться. Затем по планам полететь на второе место, нафоткать там всего. И за все это время нужно еще будет доотвечать на почту, доотвечать на комментарии. Короче, это круто. Столько дел накопилось. Я серьезно. Вот эти шесть дней пролетели вроде долго, но вроде быстро. А дел-то копится, дел-то копится. И, короче, я не знаю, с одной стороны я очень поэтому скучала. Но, с другой стороны, у меня сейчас такое ощущение, что если я просто не ускорюсь до турбо-режима, я просто не успею ничего сделать. И вообще, кстати, мы уходим курсовой, если вы за меня переживали, вроде бы все окей. Я очень надеюсь, потому что мне одна девочка помогла ее сделать. И я ее сегодня отправила с утра. Не знаю, как результаты придут, я, наверное, вам расскажу, потому что это единственная работа, которая мне не закрыта. Вот. И если я все закрою, все будет хорошо, я закончу второй курс. Я вам сниму на эту тему тоже видео и все-все-все расскажу. Все, сейчас я полетела до метро пешочком, потому что я устала не ходить. Я хочу походить, у меня вроде бы есть на это время, сейчас позаню маме, потому что я тоже надо все рассказать. Она требует внимания, звонков и так далее. Вот. Поэтому сейчас совместим приятное с полезным. И все. Блин, я реально, я не верю, что я выходная сегодня. И это классное чувство. Вот, типа, в работе я это очень люблю. Ты чувствуешь, как ты устал физически, но морально с тобой все окей, потому что работа, это просто работа. А во-вторых, ты так радуешься, блин, выходным. И так радуешься хорошей погодой выходные, что это просто кайф. Короче, все, кайфуем, ребятки. Ну, работаем. Работаем, еще раз работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Я так счастлив, я так рад. Я рядом с кофе на кухне. Я вечно летаю. Вот вы посмотрите, просто вот в чем проявляется дружба. В том, что ты можешь попросить яблочек, и тебе их принесут. Господи, Настя, спасибо. Спасибо. Здорово. Это кофе-съемка. С Настей попрощалась, она пошла читать книгу, наслаждаться ей, а я пошла делать свою вторую работу, подработку, так скажем. И сейчас пойду снова на Троицкий мост, определённый, наверное, мой любимый, потому что с ним связано больше всего проходов с самыми шикарными людьми. С Ритой мы тут ходили, с Сашей мы тут ходили, и просто я его люблю. Не знаю, вот в Питере есть такая особенность, что ты любишь какие-то определённые улицы, любишь какие-то определённые мосты. Это очень странно и трудно описать. Вот некоторые спрашивают, куда пойти в Питере, пройтись по Троицкому мосту и сходить на гороху просто. Я уже вижу Сашу, он меня встречает, вот там вот он стоит. Маши, давай, каково. 5, 4, 3, 2, 1, идём. Идём. Мы идём за вином. А я как маленькая. Кстати, никто не знает, что я маленькая. Все думают, что я высокого роста. Вот посмотрите, я Саше по плечу, и я ниже среднего. У меня, кстати, скоро 50 лет на канале. Отмечать будем? Мне показалось, что ты скажешь мне скоро 50 лет. Ты точно знаешь, сколько мне лет? Да. Тёп, хорошего вечера! Вечером мы ещё будем монтировать. Саша, раздевайся, я прикрыла. Ну смотри. Вечером нужно будет ещё смонтировать видео и написать два поста. А твоих фанаток отбой не будет. Да ладно, не видно, не видно. Всё. До вечера! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова